Газпром после предоставления Молдово-Газу отсрочки по оплате аванса за газ ожидает, что в дальнейшем Молдаве будет неукоснительно следовать контрактным обязательствам, заявил официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов. А в свою очередь глава Молдово-Газа Вадим Чабан ранее сообщил, что компания 22 августа рассчиталась с Газпромом за полученное в июле топливо и попросила предоставить отсрочку по выплате аванса за август. В общем, все буднично, ребята живут от получки до получки, но делают вид, что, дескать, они победители Путина и вообще страна Евросоюза, которой Россия, слава богу, никогда не станет. Правда, при этом Молдова-Газ отключил уже свыше 2000 потребителей в связи с неуплатой долга за использование голубого топлива. На 16 августа 2022 года 2002 небытовых потребителя не выплатили долгов на сумму 75,5 миллионов леев или почти около 4 миллионов долларов. Отключение покупателей необходимого избежания увеличения задолженности перед российской корпорацией Газпром говорится в сообщении компании, что как бы намекает, как весело обстоят дела в экономике страны, чей президент, напомню, Майя Санду раз за разом благодарит за помощь в разрешении энергетического кризиса почему-то город-герой Вашингтон. И постоянно говорит гадости в адрес Москвы, за что, правда, раз за разом расплачиваются жители Молдова, но кому какое дело, ведь демократия в опасности. Больше ужасных подробностей уже через пару секунд. Дорогие друзья, в связи с отменой в России монетизации на ютюбе, этим летом нам особенно сложно, и мы очень признательны вам, потому что только ваша помощь позволяет сейчас каналу работать. Мы будем рады любой сумме. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Поверьте, ваша доброта не будет забыта, а наша деятельность станет еще более осмысленной. Ведь вы сами это видите, самое интересное по-прежнему впереди. Вместе победим. Итак, жители Молдавии возмутились последствиями топливного кризиса, который ударил по простым людям, и вышли на улицы с лозунгом «Долой мою санду». Граждане натурально возмущены тем, что в стране резко выросли цены почти на все продукты и услуги для населения. Плюс также из-за выросших цен на газ людям приходится сутками стоять в очередях за дровами и даже спать под дверями лесопилок. Пока вместо того, чтобы хоть как-то решать проблемы, в Кишиневе говорят направо и налево гадости про Москву и тут же обвиняют Кремль в политической подоплеке эмбарго на сельхозпродукцию, вызванным, мол, недовольством того, что Майя Санду разоблачает нехороший режим Путина. Причем из веселого, заметим, после очередного раунда недружественных шагов в исполнении правительства президента Санду, в этот раз Кишинев не стал по сложившейся в прежние годы традиции создавать совместную российско-молдавскую комиссию для расследования и устранения замечаний. Не желает мириться с Российской Федерацией, но сразу же перешел в контрнаступление, обвинив Москву в недобросовестности и попытке наказать Молдавию. Правда, забыв почему-то добавить, что ЕС не дает никаких отсрочек Молдове, как Газпром, а также местные фермеры почему-то любят больше российский рынок сбыта, так как в Европе отпускные цены гораздо ниже, отчего работникам сельского хозяйства республики невыгодно поставлять туда продукцию. Тем более, что несмотря на подписанный Молдавии ЕС договор о свободной торговле, квоты на сельскохозяйственный товар остались при экспорте в Европу и остальные страны не слабые. Но виноваты везде, конечно, всегда Москва и Путин лично. И, кажется, это не конец истории.